В эфире Первого Ярославского. Утреннее телерадио-шоу Первая Студия. Доброе утро, друзья. Мы, в общем, не самым эффектным образом появились в эфире, но главное, что с утра пораньше самые бодрые, самые энергичные, готовые... Зато видели бы мы, как мы проснулись. Да, готовые поделиться самыми актуальными новостями в эфире Первого Ярославского. В Первой Студии Дмитрий Московский, дилера Байбикова. Ну и, конечно, Станислав Зубов. Ничего не меняется. Да, у нас продолжаются новогодние недельки, и поэтому мы сегодня обсуждаем то, что предстоит абсолютно каждому трудоспособному человеку на территории Российской Федерации. Я про корпоративы, ребята. Корпоративные праздники, какие они должны быть, какие они были у вас, какие вам бы хотелось, чтобы они были. Обсудим обязательно, но, конечно, чуть позже. А сейчас, напоминаю, телефон прямого эфира 744-636, в скайп-логин Первая Студия, группа ВКонтакте, где все тоже доступно. Естественно, называется Первая Студия. К новостям. Новости. В Ярославской области объявлена эпидемия гриппа. На вокзалах региона появился бесплатный Wi-Fi, и аэрофлот запретит перевозить собак с приплюснутой мордой. Начало восьмого в Ярославле, о самом главном прямо сейчас. В Ярославской области Роспотребнадзор объявил эпидемию гриппа. За прошедшую неделю в регионе заболели более 9 тысяч человек, из них более 60% – дети. В 9 школах 25 классов закрыты на карантин. И, как сообщают в Департаменте здравоохранения и фармации, все медицинские учреждения полностью обеспечены необходимыми лекарственными средствами и оборудованием. Какой тип вируса ожидать в этом году? Эффект вакцинации или как защитить себя от главного заболевания сезона? Эти и другие вопросы мой коллега Александр Захаров в прямом эфире, обсудив еженедельной информационно-оздоровительной программе «Будьте здоровы». Вместе с главным эпидемиологом Ярославской области. Присоединяйтесь к разговору сегодня в 13.00. На трех вокзалах Ярославской области заработал бесплатный Wi-Fi. Теперь подождать поезд или электричку и посидеть в сети можно на Ярославле главном, Ярославле московском и на вокзале в Рыбинске. А с ноября беспроводную сеть можно поймать и на вокзале в Ростове. Аэрофлот не допустит к перелетам собак с приплюснутой мордой. Под запрет попадут бульдоги, мопсы, пекинесы, боксеры и еще несколько брахицефальных пород. Это связано с особой чувствительностью таких собак, перепаду температур и стрессу, которые могут нанести существенный вред их здоровью. Также в перевозке больше не допустят больных и подопытных животных или птиц, присмыкающихся грызунов, насекомых, рыб и других морских и речных животных, требующих перевозки в воде. Далее курс валют на сегодня. Доллар будет стоить 61 рубль 79 копеек, евро 64 рубля 67 копеек. Таковы главные новости к этому часу. И далее о погоде расскажет Диляра Байбикова. Ну что ж, у нас не так все интересно, как приплюснутые морды собачек Аэрофлот. Но тем не менее, во вторник в юго-восточных областях центрального региона антициклон обеспечит сухую и морозную погоду. Морозно будет ночь на вторник и на остальной территории региона. Но уже днем теплый атмосферный фронт будет нести локальные снегопады и потепление. Итак, сегодня ясно, без осадков, температура 13 градусов ниже нуля. Ветер южный 3 метра в секунду, давление повышается в 764 миллиметра втутного столба. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу Первая студия. Доброе утро, друзья, это Первая студия. Мы сегодня обсуждаем новогодние корпоративы. Вот вам для затравочки, ребята. По статистике портала по поиску работы Суперджоп 60% компаний увольняют кого-то из своих сотрудников после корпоратива. Опасная эта тема. Какая хорошая новость. Нужно ли отмечать корпоратив? И как это сделать? Собраться в офисе, снять ресторан, устроить какой-нибудь необычный квест или вообще подойти очень креативно к подобному празднику? Обсудим сегодня с нашими телезрителями. 744-636. Кроме этого, дилера, как ты и хотела, в самом начале программы мы объявляем... Игры Разума, ну наконец-то! Итак, мы заявляем Игры Разума. Друзья, у нас сегодня вот такое вот творческое задание у нас сегодня для вас. Конкурс корпоратива. Конкурс корпоратива, правильно, да. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Первая студия она называется. И там на стене сообщества в соответствующем посте, в соответствующем сообщении, в комментариях пишите самые необычные, интересные идеи для новогоднего корпоратива. Те, кто с этим справятся лучше остальных, получат от нас два приглашения на ёлку. А это мотивация! Даже ручка вон упала. Между прочим, сами на корпоратив детей на ёлку праздники удались. Ну конечно, здорово. Ребят, ну что, вот такая интересная статистика. Вообще в этом году, например, Государственная Дума не будет отмечать корпоратив. Дело в том, что Вячеслав Володин предложил коллегам, предложил коллегам, разумеется, отказаться от корпоратива, потому что в стране трудные времена, работать надо, а не отдыхать. Может быть, всей стране последовать за депутатами? Ну, почему бы нет? А вот в прошлом году, между прочим, они собирались на корпоратив и даже, я знаю, скидывались по 5000 рублей. Ничего себе! Вот это сумма! Вот к вопросу о корпоративе в этом году, вот я слышал, что там немножко еще так пояснили, что такое решение еще и связано с тем, что не было инициаторов организации корпоратива. То есть, если кто-то взялся и сдумался, ну да, просто некому. Понимаете, такие же люди, как и все мы, да, как в любой другой компании, но нет инициатора, вот никто не организовался. А пригласили бы Ваню Урганта, например, или как другого? Как синициировал, там бы не по 5000 они скинулись, я думаю. Мы об этом чуть позже, друзья. Друзья, мы напоминаем, что помимо того, что у нас проходит сегодня конкурс ВКонтакте, где вы пишете интересные истории, также по телефону мы, конечно, тоже объявляем игры разума и подарим им, между прочим, что? Билеты на Колобка, Колобок и Новый год. Поэтому, друзья, есть действительно мотивация позвонить и с нами поиграть. 744-636. Ну а, ребята, вот, кстати, Стас, ты уже начал говорить о статистике. Есть еще одна пугающая статистика от Headhunter. Опасная даже немножечко. 48% признались обычных трудовых людей, что корпоративы они терпеть не могут. Представляете? А еще корпоративы это дорого. Самые дорогие звезды на корпоративах, раз уж мы начали про звезды, про стоимости. Итак, Алла Пугачева на первом месте, но Алла Борисовна понятно. Второе место. Земфира. Более 7 миллионов рублей по данным некоторым порталам просто, да. Будет стоить Дмитрий Нагиев, разумеется. Группа B2 внезапно, да? Полина Гагарина, хор Турецкого, певица Ёлка, Тимати, Егор Крид неожиданно в эту кампанию ввелся. И Киркоров в этом списке самый корпоративный мужчина. Нету ни Киркорова, ни Лепса, ни Стаса Михайловна. Зато есть, Дим, певица Бьянка. Вот это для меня лично было сюрпризом. Корпоратив, певица Бьянка. Вошла в десятку самых дорогих участников новогоднего корпоратива певицы Бьянка. То есть вот тут прям востребовано, да? Вот знаете, в продолжении темы участия звезд на корпоративах, я знаю, что в этом году, вот в защиту звезд, они решили даже немножечко сбавить свои аппетиты, снизить цены. Представьте себе, наш любимый Стас Михайлов в прошлом году стоил 250 тысяч евро. А в этом, дорогие друзья, 200. Та же история у Елены Ваенге. Если у вас вызывает возмущение эта цифра, друзья, звоните прямо сейчас к нам в эфир, поделитесь с нами своей идеей. Стоит вообще отмечать новогодний корпоратив или нет? Стоит ли тратить деньги компании на это и нет? С нас и Михайловы. Ну что ж, друзья, как Стас, ты призвал, нам сразу же позвонили. Есть у нас звонок в эфире. Доброе утро! Смущенный! Здравствуйте! Как зовут вас? Анастасия. Анастасия, ну что ж, поговорим о корпоративах. С вами такое случалось? Какое, Диара? Корпоративная. К сожалению, нет. К сожалению, а вам еще рано просто на корпоративные вечеринки ходить, правильно понимаю, да? Ну, возможно, да, я не хожу на такие корпоративные вечеринки. А почему не ходите, скажите? Ну, рано же сказали, Дим. А, рано просто. Да, ну вы вообще как считаете, корпоратив, он должен быть какой? Вот это обязательно ресторан, застолье, лица вот эти вот праздничные, звезда какая-то на сцене местная или прям федеральная, да? Музыка, много денег вот на угощение гостей? Или можно вообще как-то творчески решить этот вопрос? Я думаю, что главное, чтобы была хорошая компания, а где провести корпоратив не имеет значения. Вот это подход, вот это я понимаю. Вот такого человека можно брать в компанию. Тогда поиграем. Давайте сыграем, да, совершенно верно. Ну что ж, Анастасия, сейчас будут на экране появляться Деды Морозы, да не простые, а знаменитые. Вам нужно в зашифрованном Деде Морозе угадать, кто же этот человек с накладной бородой. Итак, на экране уже кто-то появился? Пока нет. Да, ну вот сейчас появится перед вами такой мужчина с бородой ниже колен, наверное. Какая угроза прозвучала, сейчас появится. Это Светлаков. Ну, конечно. Итак, Сергей Светлаков, ну это легко. Давайте покажем следующего Деда Мороза. Так, это был Светлаков. Да, мы подтвердили. Вот он, вот он еще один Дед Мороз. И вот он, красавец. Это кто такой? Пока не поменялось. Ну, такой задумчивый Дед Мороз у нас на экране сейчас возникает. И кто же, кто же, кто же это у нас будет? Это Нагиев. Догадалась, да? Разгадали Нагиева. Не получилось харизму под бородой, что называется, спрятать. И давайте финальный раунд. Это что за Дед Мороз? Так презрительно смотрит этот Дед Мороз у нас. Такой, знаете, там, выбрал части аудитории. Ну что ж, Анастасия, ваш ответ? Сейчас поменяется. А, это Филипп Киркуров. Ну что, да, действительно, под бородой, шапкой настоящий жгучий болгарский перчик скрывался. Поздравляем, Анастасия, вас. Вы у нас сегодня забираете с собой два билета на... Нет, Диляра, заберите два билета на спектакль «Колобок» и «Новый год». Именно так я и хотел сказать. Ну что ж, поздравляем, Анастасия. Друзья, про корпоративы мы с вами говорим. Но сейчас давайте представим, что корпоратив уже прошел и почитаем смс-сообщения людей, которые там были. А там приличная смс, Диляра. Я думаю, да. Или не только смс, а посты. Выиграла конкурс на самый уродливый рождественский свитер. Я и понятия не имела, что на вечеринке будет такой конкурс. Ну, а что, неплохо? Грустно даже немножко. Это успех. Хорошие тамадай конкурсы интересные. Ну да, на новогоднюю вечеринку я надел красную рубашку с черным галстуком. Но кто знал, что официанты будут выглядеть так же. Кто-то заказал у меня напиток, кто-то, кстати, может, чаевых дал. Ну, в общем, выгодно сходил. Продумайте свои костюмы. Не желая позариться перед коллегами, я решила остаться трезвой. А потом у меня сломался каблук, и я упала прямо в чашу с пуншем. Вот это... Это судьба, мне кажется, просто. У вас встретиться над вечером. Коллега так перебралась со спиртным, что принялась тереть лысую голову нашего босса. Словно, магический шар и предсказывать будущее. Неплохо, кстати. А вот это вот корпоратив фрилансеров, да. Есть не всегда фрилансеры. Фрилансер, да, сам на себя поработал, сам себе корпоратив организовал. Ну и далее, во время нашего мероприятия мы играли в прятки. Победил вот этот парень, его так никто и не смог найти. До сих пор хочется добавить. Вы не представляете, какая там высота, и как он туда забрался, ребята. Вот такие бывают на корпоративах интересные истории. А идти ли вам на корпоратив или нет, мы можем спросить еще и у наших звезд. Да, гороскоп? И не тех звезд, которые стоят тысячи евро, а те, которые в гороскопе. Все правильно. Поехали. Поехали. Итак, Овин. День хорош для коротких поездок и небольших рабочих мероприятий, на которых вы проявите себя с лучшей стороны. Итак, тельцы, сегодня ситуация поставит вас перед выбором. Либо не справится с объемом задач, либо бесцеремонно припрячь к ним кого-то еще. Близнецы, ваше обаяние и искренность на высоте. Если вы захотите, вы способны даже заядлых противников превратить в лучших друзей. Поговорим о раках. Удачные деловые находки, полезные результаты деятельности ожидается в первой половине дня. Ну а вечер – это тема жилья и семейных отношений. Имейте это в виду. Итак, львы в течение дня могут произойти интересные встречи и знакомства, которые окажут влияние на вашу дальнейшую жизнь. Интересно. Дева. Сегодня ситуация потребует от вас взять инициативу в свои руки и отличный шанс показать всем и себе, что вы способны на многое. Весы. Звезды советуют вам взять тайм-аут и провести этот день за кулисами. На общение лучше ограничить близкими и самыми проверенными людьми. Итак, Скорпионы. Успешный день для тех, кто занимается культурой и журналистикой. Ждите похвала от начальства или даже прибавки к зарплате. Стрелец. Отношения с близкими людьми грозят зайти в тупик. Попробуйте спокойно разобраться в ситуации. Скорее всего, причины – вас. Косероги. Целый день вы будете энергичными и активными, а также успеете сделать чуть ли не недельный объем работы. Неплохо. Водолеи работают самостоятельно. Вы можете добиться отличных результатов. Вот попытка сотрудничества обернется пустой тратой времени. Подумайте над этим. Рыбы. Редкий день, когда в споре действительно рождается истина. Вы можете браться за решение любой задачи. Они сегодня выполнимы. Ну что ж, друзья, это был «Гороскоп». Надеюсь, что всем он понравился. Но сейчас «Гороскоп» подсказывает нам, что реклама небольшая должна быть на нашем канале. Мы не против, Дима. У тебя своя связь со звездами особая. С звездами, друзья, поехали. Реклама на Первом Ярославском. В эфире Первого Ярославского. Утреннее телерадио-шоу «Первая студия». Друзья, это «Первая студия». С утра пораньше бодрое, веселое, энергичное предвкушение новогодних корпоративов. Дмитрий Московский, Диляра Байбикова. И, конечно, Стас Зубов, друзья, мы напоминаем, говорим о новогодних корпоративах. Какие они для вас? Идеальный корпоратив, он какой? Ресторан или, может быть, теплая тусовочка где-нибудь на квартире у начальника? Расскажите на свою версию 744636. Ну и, конечно, не забывайте. В группе ВКонтакте у нас проходит конкурс. Я тебе больше скажу. Диляра, вот у меня вопрос просто о твоем опыте. Что за корпоратив на квартире у начальника? Я просто предположила, это как накидываю варианты. Знаете, кстати говоря... Как Дима деликатно меня перебил, вы продолжаете. Давай, Дима. Я просто под большим нашим столом, там, ногой до Стаса, добрался. Давай, давай. Ребята, кстати говоря о дате корпоратива и о предвкушении, ведь на самом деле есть ряд компаний, которые празднуют корпоратив и в начале декабря, новогодний тоже, да, или же наоборот в январе. Вот в том числе... А некоторые в июне празднуют, Дима. Новогодний корпоратив, да. Стараверы некоторые, да. Кстати, по поводу идей. Оксана Ткачева пишет. Привет, у нас уже прошел корпоратив. Было все красиво и клево, и, по-моему, я узнаю ведущего. Узнает ведущего? Кого-то из нас троих. Ну, я вот этой компанией не вел бы, поэтому... Просто, возможно, не первый раз она смотрит. Да. Оксана, напишите какую-нибудь интересную идею, пожалуйста, вот под тем же самым комментарием у нас для вас, а также, может быть, для кого-то другого, чья идея окажется интереснее, чем ваша. Два билета во дворец культуры имени Добрынина на мюзикл «Гуси-лебеди» на настоящую новогоднюю сказку. Подарите сказку своему ребенку. Да, друзья, пишите нам. А может быть корпоратив в стиле новогодней сказки или в стиле новогоднего утренника? А я вообще, знаете, по-другому хочу. Я хочу по-другому подойти к вопросу. Я хочу, я призываю наших телезрителей звонить и говорить, вообще нужен новогодний корпоратив или нет. Вот в том формате, в котором мы привыкли. Банкет, ведущий, музыка, застолье. Может быть, лучше какой-нибудь мастер-класс или, например, фотосессию необычную. Или какой-нибудь фотошмот. Или что-нибудь еще. Друзья, вот я как раз-таки хотел вам рассказать об одном интересном формате корпоративного мероприятия. Сейчас мы посмотрим видео с одного такого события, где мне недавно довелось побывать. Вот представьте себе, это был такой корпоратив, когда сотрудники решили не собираться за столом или на танцполе, а просто встретиться в спортивном зале. Это всем известный спорткомплекс «Атлант», где они перетягивали канат, участвовали в эстафете. Пришла большая-большая компания болельщиков. Ну и вот, как видите, мы тут еще сняли ролик нынче модный формат «Манекен-челлендж». Все замерли буквально на несколько секунд для того, чтобы в одном коротком видео передать атмосферу этого мероприятия. Ну, кстати, это здорово, мне кажется, потому что это А, без алкоголя. Два, это, соответственно, здоровый образ жизни. Три, это весело. Еще и модно. Есть что вспомнить, что? Причем еще и модно. Вот так вот. Но все новое, это хорошо забытое старое. Я первые секунды думал, Дима, если честно, что вы играете в игру под названием «Море волнуется раз». Ну, почему бы и нет. А тут оказалось, что это «Манекен-челлендж». Вообще, кстати, масса идей предлагается в интернете, что можно сделать на корпоративной вечеринке. Вот хотите вам почитаю то, что мне удалось разыскать. Итак, во-первых, можно вечеринку провести в офисе. Это намного дешевле. Прямо в офис можно заказать ведущего, караоке, разнообразное развлечение, фотобудку, да что угодно. Можно заразить в офис с экономикой ресторанами. Знаете, тут недавно вышел фильм «Новогодний корпоратив» о том, как его отметили в офисе. Поэтому лучше не стоит так делать. В общем, да, 18+. Но лучше всего офис, конечно, предварительно застраховать, я так понимаю. Да, 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 точно. Дальше в ресторан всех отвезти, но это старая добрая классика. Причем не обязательно снимать весь ресторан. Можно, если компания небольшая, просто столик сейчас делают сборные солянки, так что можно сэкономить, например, на программе на развлекательной. Можно вывезти свою компанию за город, например, сняв коттедж или базу отдыха, и там на свежем воздухе. Вот это, кстати, вариант мне очень нравится. Вот мы проводили корпоратив на нашем телеканале не так давно, и это было на одной из баз отдыха, на свежем воздухе, и все запомнили его очень добром. Там еще ведущий классный был, я помню, по-моему, да? Наш бывший коллега. Также развлечься на всю катушку можно в развлекательных комплексах и центрах. Боулинг, бильярд, аквапарк, лазертак, квест-рум, пейнтбол, что угодно. В общем, это не только весело и интересно, это еще и команда построения. Комната страха какая-нибудь. Комната страха. Ну, а почему нет? Комната смеха, комната страха, кинотеатр. В общем, вместе, коллективом что-то поделать, не связанное с работой, это очень сближает. Также можно отправиться в баню, пишут нам. Можно отправиться за границу, если вы работаете в богатой компании. Это вот нам в группу пишут про баню? Нет, нет, нет. Это вот как раз оригинальные идеи. Если мы не перебрали не все идеи, которые вам кажутся прикольными и оригинальными, пишите в нашу группу ВКонтакте Первая студия. Ну и, конечно, 744-636, звоните нам, друзья, не забываем, что мы хотим с вами пообщаться. И про баню самая интересная идея, главное потом в чужом городе не оказаться случайно после такого корпоратива. Это я согласен с вами полностью. Ребят, есть еще, сейчас есть рейтинг самых необычных занятий на корпоративах в разных городах. Вот Липецкий, например, самое необычное предложение на 2017 год, это номер поцелуя крокодила. Вместе с аллигатором на корпоративных вечеринках выступает один из артистов цирка на воде. Не, ну в Липецкий там водятся аллигаторы, нормальная тема. Там много кто водится, да? А вот, например, в Туле Центр военной культуры предложил отмечать Новый год в построенном практически областном центре средневекового городка, где нужно было облачиться в рыцарские доспехи. В общем, такая немножко реконструкция тоже, мне кажется... Всех угощали пряниками и главное не приходить со своим самоваром, да? Да. А у нас тут есть креативчик от наших телезрителей. А ну-ка давайте. Светлана нам пишет, угадайте ее фамилию. С вас дороже, на корпоративе можно делать что угодно, лучшая идея маскарад, но в финале мы всегда выходим на улицу к елочке, горят огни, новогодний морозный воздух пьянит воспоминаниями детства и Дед Мороз дарит подарки. Вот это здорово. Очень мило. Ну, это, в общем, такая старая добрая, что называется, классика. Вы заметили, что каждый год вот есть какие-то свои особенные тенденции корпоративов, вот есть такая любопытная статистика. 2005-2006, что было модно? Как вы думаете? Мандарины, тамада, диджей и тематические вечеринки пираты или ковбой. 2007-2008, богатый банкет. Иностранные, отечественные звезды, медийный ведущий обязательно. Ну, это в целом по стране. Ну, обязательно. 2009-й просто банкет ведущий, а главное, чтобы диджей обязательно был какой-нибудь модный. В 2010-м все хотели быть стилягами, в 2011-м все хотели вечеринку в стиле Оскар, в 2012-м отмечали китайский Новый год, в 2013-м обязательно мафия, гангстеры или казино. Была тематика, но заскучились, видимо, уже запретили в 2013-м казино и игровые автоматы. В 2014-м великий Гэтсби, из каждого буквально кабака. Ну, а в 2015-м был тренд на тимбилдинг и команда образования, а в этом году дешевые сердиты. Вот такая статистика. Стас, у тебя сейчас весь Данилов слушает, говорит, да, да, да. Про нас. Про нас, да. Ну что ж, друзья, давайте узнаем у нашего телезрителя, какие корпоративы предпочитает он. У нас есть звонок, доброе утро. Доброе. Действительно, он ты уготывал. Здравствуйте. Как вас зовут? Доброе. Меня зовут Казимир. Очень приятно. Казимир, не Малевич ваша фамилия, случайно? К сожалению, нет. Шутка такая, за триста. Скажите, пожалуйста, Казимир, вы на корпоративах вообще бывали? Бывал, конечно. А кто не бывал-то в наше время? Ну вот, по-вашему, каким должен быть современный корпоратив в 2016-2017 году? Идеальный корпоратив. Мне кажется, что он должен быть интересным в плане, в плане еды, в плане гостей, в плане разговоров, в плане ведущего, чтобы каждый себя чувствовал хорошо. Так, а по поводу наполнения. Вот знаете, сейчас популярные различные номера, там, не знаю, от гуттаперчевой какой-нибудь женщины до жонглера и фокусника. Нужно что-то такое на корпоративе. Диляра самая опытная из нас. Чем больше номерок, тем лучше. Чем больше, тем лучше? Конечно. А может быть вообще не стоит вот этот вот формат банкета, ведущий, какой-то гуттаперчевый этот фокусник. Может быть стоит, например, поехать за город и всем поиграть вместе в пейнтбол, покататься на тьюбингах или, например, в квест-комнату сходить? Как считаете, Казимир? Ну, конечно, такое тоже должно быть. Но все-таки банкет лучше. Ну, наверное, я скорее вот так вот подумал, сейчас я скорее против корпоративов вообще. Ничего себе, как меняет сомнение. Интересно. Почему, скажите, что не так в корпоративах сейчас? Ну, к сожалению, мне кажется, сейчас они скатываются в одинаковые. Ага, в унылость какую-то. Хорошо, ну, в общем, будем надеяться на то, что нам сегодня накидают вариантов. Казимир, у вас есть замечательная возможность привет передать. Я хочу приветствовать, в первую очередь, вам. Спасибо. Смотрю вас. Вы такие веселые, интересные ребята. Все заряжаете позитивом. Хочется не спать в такую рань. 7.27. Ну, и всем приветствуем, кто меня узнал. Огромное спасибо, Казимир. Звоните нам еще. Отличного вам дня. Ну, и, конечно, прекрасное мнение мы выслушали по поводу корпоратива. Кстати, правильно, да, что вот эта вот тема банкетов, она очень похожа. Ну, а я сейчас вам бы хотел предложить еще один интересный вариант. Почему бы не собраться все вместе и не запустить пирог с картошкой и мясом в космос? Давай-ка, прямо сегодня и займемся. Вот это сделали у нас в замечательном городе Уигант в Британии. 20 декабря местные энтузиасты запустили в космос пирог с картошкой и мясом, который был закреплен на метеозонде. Таким образом, авторы решили проверить, насколько изменится молекулярная структура выпечки после путешествия на высоту 30 километров. И, между прочим, зонд с пирогом успешно вернулся домой. И сегодня его будут пробовать на чемпионате по поеданию пирогов. Ничего себе, есть смельчаки. Я бы, кстати, не рискнул. Вот из космоса прилетевший пирог. Мало ли чего прилетело с ним. Ну да, может там какой-нибудь высокогорный орел его структуру молекулярную изменил. Изменил, да. Знаете, ребят, кроме всего прочего, мне кажется, в интернете должно появиться куча мемов, которые будут... Это пирог, который побывал в космосе. А чего добился ты? Ну что ж, а чего добились, мы узнаем чуть позже, потому что сейчас у нас небольшая реклама, затем информационный выпуск, а после мы уже вернемся в первую студию и продолжим разговаривать о новогодних корпоративах. Не переключайтесь. Друзья, мы продолжаем дальше в первой студии обсуждать новогодние корпоративы, до которых оставились буквально считанные дни. С кем же сегодня мы это делаем? Нетрудно догадаться. Это же, конечно, Дима Московский, Диля Байбикова. И Стасичка Зумов у нас здесь сегодня. Друзья, такая веселая троица обсуждает сегодня новогодние корпоративы вместе с вами. Присоединяйтесь в 744-636. Ну и, конечно, пишите в группе ВКонтакте, напоминаю, Такие милые, словно у вас уже корпоратив начался. Да, друзья, и у нас есть сейчас звонок по скайпу, между прочим, сейчас мы поговорим с руководителем направления по работе с персоналом из Петербурга, между прочим. Виктория Плужникова у нас на связи. Виктория, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Виктория, очаровательно выглядите для этого времени суток. Чувствуется, что полны энергии и позитива. Виктория, скажите, пожалуйста, вот в этом году, как по-вашему, что является самым главным трендом, тенденцией по новогодним корпоративам? Ну, вы же понимаете, что у нас этот год, как, наверное, предыдущий, это кост-сейвинг, то есть мы режем бюджеты и, в первую очередь, мы экономим, конечно же, на корпоративах. Поэтому все главное сделать весело, но своими силами. Но в любом случае от этой идеи не отказываетесь корпоративу быть. Конечно, конечно. Нет, ну, конечно, Новый год это праздник, который для российского менталитета самый важный, самый главный. И без новогоднего корпоратива просто невозможно, в принципе, жизненности. Виктория, ну, это, наверное, для всех городов России сейчас актуальная история, сокращение бюджетов, хендмейт такой корпоратив. Поэтому вот вопрос к вам. Можете дать пару дельных советов, как можно своими силами сделать полноценный интересный праздник? Без ущерба для самого праздника. Да, без ущерба для праздника. На чем экономить? Капустник. Это же прекрасная штука, КВН никто не отменял. Капустник – это ноу-хау, в принципе, российское изначально, когда дается каждому отделу и самым активным людям. Точечное задание или просто желание максимально привлечь внимание к своему отделу. Так можно и познакомиться, и посмотреть, у кого какое чувство юмора, и посмотреть, насколько люди веселые, энергичные, позитивные. Обычно это очень весело, потому что мы всех коллег знаем, когда бухгалтерия начинает шутить и делать вид, что они играют в КВН, это очень забавно. Вот эти крючки всегда популярны. Виктория, хотела спросить, а что делать вот с этими вот хейтерами, мизантропами, которые наверняка есть в каждом отделе? Вот не хотят они идти, но как бы в тимбилдинг отменять не хочется. Что делать в таком случае? Не, ну, конечно, отменять тимбилдинг не хочется, особенно, кстати, это актуально для IT-компании. Там очень много мизантропов, которые готовы сидеть в своем компьютере даже во время самого праздника. Тимбилансерами себя чувствуют, да? Да, да. Тут, в общем, два пути. Можно максимально человека привлекать, но обычно это может сказаться негативно просто на дальнейшем взаимодействии. Имеет смысл вручить подарок и сказать, ну, прекрасно, присоединяйся, если захочешь. Обычно на третий-четвертый раз такие люди все-таки понимают, что все веселятся, можно, в общем, тоже посмотреть хотя бы сначала из уголочка, а потом можно и присоединиться внутри. Ну, то есть навязывать участие в корпоративе не нужно сотруднику, да? То есть пусть сам принимает решение. Конечно, конечно. Это же добровольное мероприятие. Если мы будем из праздника делать какой-то навязчивый праздник, то вкус праздника исчезнет. А как же быть с желанием устроить какие-то номера от отделов? Сотрудники не возмущаются, мол, нам еще работать и работать, а вы тут нам сценарии какие-то репетировать предлагаете? Конечно, возмущаются. Разумеется, возмущаются. Но всегда находятся один-два активиста, которые готовы все взять на себя и готовы вытянуть весь отдел. Опять же, здесь очень важно, конечно же, ненавязчиво это делать. То есть нельзя говорить, что вот у нас бухгалтерия должна обязательно что-то сделать. Или отдел технический. Виктория, вот смотрите, у нас сегодня такая полемика в студии. И вас хочу также спросить. Знаю, что город на Неве, Санкт-Петербург довольно сильно по менталитету отличается от многих других городов России. Богемный, творческий. Да, и творческий подходит. Может быть, вообще стоит отказаться от идей корпоратива? Может быть, вообще как-то ее заменить, видоизменить? Какой-то мастер-класс, спортивное состязание. Но вот уйти от этого банкета, от выпивания, от алкоголя и вообще от посиделок с коллегами в неформальной обстановке, заменить это чем-то другим? Как считаете? Ну, вы знаете, мое мнение следующее. Одно другому не мешает, потому что то, о чем вы говорите, это скорее тимбилдинг, это скорее такое сплочение вне корпоратива. Хотя это тоже можно назвать корпоративом на самом деле, потому что корпоратив имеет разные формы. И почему-то, когда мы говорим корпоратив, всегда в первую очередь в голову приходит алкоголь. Хотя на самом деле есть большое количество компаний, которые без алкоголя проводят даже празднества. И это нормально. Просто, может быть, не совсем в российском менталитете, но это тоже нормально. Потому что основная цель корпоратива – это объединить людей. Вот в этом основная задача. Спасибо большое, Виктория. С наступающей вас Новым годом. И успехов вам в работе. Напоминаю, с нами на связи был руководитель направления по работе с персоналом из Петербурга Виктория Плужникова. Ну что ж, мы продолжаем говорить о новогодних корпоративах. Вот знаете, я тут вот слушал Викторию и подумал, действительно, как же нелегко приходится работодателям нынче. И корпоратив организуй, и тимбилдинг сделай. Подарки новогодние деткам сотрудников подари. Это ж вот бедные работодатели-то уж там штанишки-то спадают, наверное, уже худеют. Недавно, недавно абсолютно новость услышал. В Ярославле только треть работодателей готова оплачивать корпоратив своим сотрудникам. Между прочим, да, я знаю таких людей, которые сами скидываются на новогодний стол, сами снимают себе банкет. Ну, как депутаты Госдумы при прошлом году, да? Кстати, о депутатах Госдумы. Дима, спасибо, что ты напомнил. У меня же была шикарная новость. Я хотел завершить эту мысль. Только осторожде Станислав. Просто прекрасно, да. Я потерял эту закладку, Дима. Я не знаю, что делать. Пока ищи, а я немножко еще процентов приведу вновь от Хэдхантера. Почему люди не хотят? Мы уже говорили, да, о техниках, которые я не хотела. Нашел? Давай я продолжу про проценты, а потом перейдем. Договоритесь уже. Давай, Диляра. Ну что ж, почему не хотят люди идти на корпоратив? 37% не могут расслабиться, когда рядом находится непосредственно начальник, ну и, конечно, некоторые коллеги. Некоторым не хочется видеть те самые не самые трезвые лица начальника и коллег. Это 35%. Четверть опрошенных просто не хочет тратить драгоценное предновогоднее время, потому что есть дела поважнее. Ну а 22% корпоративы кажутся просто очень скучными. Ну да, да, да. И все это отвечали айтишники, да? Ребята, буквально две секунды. Идею, которую сейчас озвучил Диляра, развил выходец из Санкт-Петербурга. Ныне депутат Государственной Думы Евгений Марченко по информации портала Life.ru. По его словам, корпоративы пережиток прошлого и сейчас россиянам нужно идти в ногу со временем, предпочитая вечеринкам праздник кругу семьи. При этом Марченко также добавил, что гулять на корпоративах вообще не в нашей традиции. Вот это новости. Не указав, однако, тот факт, что Новый год отмечали в коллективах еще во времена СССР. Вот такая интересная статистика, информация, такая вот тенденция. Однако... А вот в продолжении праздника с семьей, знаете, вот я продолжу, друзья мои, вот есть же такие форматы корпоративов, когда сотрудники приходят с супругами, или когда из этого делают большой семейный праздник. Сотрудники приезжают на природу с ребенком, с женой, развлекаются, радуются, участвуют в таких спортивных играх. Это же тоже корпоративный мероприятие. Кстати, такой корпоратив популярен в Америке, ребята. Я почитала, посмотрела, как это делается в разных странах. В Америке приглашают всю семью для детей, специально нанимаются аниматоры, которые... Человек-паук для детей. Для взрослых, не знаю, там какая-нибудь звезда поющая. Женщина-кошка, Дима. Женщина-кошка. Да, возвращаясь в Россию, в нашу группу ВКонтакте, Оксана Ткачева нам пишет, идея корпоративов в стиле сказки «Новогодняя ночь» или «Морозкова». Маскарад тоже, кстати, прекрасная идея, согласилась. Маскарад, кстати, сейчас вновь набирает популярность. Да, решат маскарадом. Привет у нас еще есть от Светланы Кругловой. Доброе утро, первая студия. Хочу поздравить с днем рождения свою подружку, дважды маму Елену Щербань. Крепкого здоровья, семейного тепла и успехов на новой работе. Пусть настроение всегда будет солнечным и позитивным, оставайся такой же энергичной и симпатичной. Мы присоединяемся всей первой студии к поздравлениям. Еще одна маскарадная тенденция в этом году – это супергеройские вечеринки. Все хотят супергеройскую вечеринку, все хотят быть супергероями. Абсолютно в любом городе России можно увидеть вечеринки, на которых присутствуют супергерои. Комиксы входят в нашу жизнь. Да, комиксы прямо входят по полной программе. Не поверите, в воскресенье вот буквально присутствовал на такой вечеринке. Халк попивал сок, торт там, не знаю, разговаривал с Железным Человеком. В общем, да, весело. А потом я проснулась. Именно так. Ну что ж, друзья, давайте подводить итоги наших интересных историй. Не так, к сожалению, сегодня было много и ничего такого уж оригинального мы с вами не увидели. Что считаете? Не, ну маскарад здорово. Я за морозка, ребята. Я вообще за то, чтобы вот как-то к российским корням, к реальности, к нашей возвращались. Да, давайте хватит уже этих супергеройских вечеринок. Устроим добрую, тёплую сказку морозка. Всё, тёплая сказочка морозка, да. Старая добрая тёплая сказка морозка. Мы посадим всех сотрудников под куст в минус 15. И заставим лозу. А начальник будет ходить в костюме морозки и говорить, тепло ли тебе? Головбух, Наталья Фёдоровна. Причём правильный ответ будет, тепло. Большая ли у тебя зарплата? Большая. Большая, да, отличная, по-моему, идея. Возьмите на обнаружение. Да прикину, что ж. Корпоратив в стиле морозка, ура. Оксана Ткачёва, спасибо вам за идею. Надеюсь, на вашем веку ещё будет как раз возможность на себе этот корпоратив попробовать. Поздравляем, поздравляем мы Оксану и два билета на спектакль. На ёлку, на настоящую. На республику имени Добрынина. Да, Гуси-лебеди, мюзикл вас ожидает. Тоже, кстати, интересный вариант новогодней праздники. В общем, хоровод тоже состоится. Обязательно поздравляем. Продолжаем дальше. Друзья, все вы знаете компанию Google, небезызвестную. И, конечно, все наслышаны о том, насколько высок уровень... Как бы это назвать? Всего. Корпоративной культуры. Всего в Google, да. Корпоративной культуры. И есть, не представляете, даже список жалоб от сотрудников Google. И одна из них связана с корпоративом. Давайте зачитаю. Во время корпоратива с прыжками с парашютом нам обещали 50 секунд свободного падения. Однако, пересматривая видео с прыжка, я заметил, что была всего лишь одна. 41 секунда. Ой-ой-ой. Представляете, на 9 секунд меньше прыгнули. Разочарование на год просто. Какая досада. Мне кажется, в российских компаниях тоже обещали Стаса Михайлова на 2 часа, а он выступал минуты 58. Вот именно. Возможно, и такое. Вечер не удался. Где же ты, Дима, видел на корпоративе Стаса Михайлова на 2 часа? Да есть, конечно. Но мне кажется, это вообще обусловлено тем, что достаточно много гиков работает в Google и людей таких въедливых. Это вот продолжая историю про IT-специалистов, а IT-специалисты все-таки люди со своими причудами, я бы сказал. Ребят, я хочу еще несколько вариантов предложить того, как можно корпоратив провести. А давай. Итак, во-первых, хендмейт. Мы продолжаем продвигать тему. Можно всем самим все сделать. Организовать игры КВН, капустник, выступления коллективов. Дальше заняться спортом. Спортивные мероприятия – это здорово. Устроить тематическую вечеринку. Но тут надо понять, чтобы она была такая, чтобы все могли дресс-код соблюсти. Дальше. Квест. Супер-вариант. Мастер-класс по приготовлению чего бы то ни было. Рисованию картин. Кстати, набирает популярность сейчас. Супер-вариант. Дальше. Праздничная фотосессия. Тематическая. Каждый придумывает костюм, потом снимается студия, делается фотосет, потом выкладывается голосование и так далее. Круто. Кроме этого, дегустация вин, например, напитков. Да, для взрослых, разумеется. Для дегустации вин, да. С 18 лет строго. С хорошим сомелье, с рассказом. В общем, не ради того, чтобы градус повысить в организме, а ради того, чтобы испытать эстетическое удовольствие. Тоже интересная идея. Интересно, действительно, друзья, есть над чем задуматься тем, кто еще корпоративы не провел. Ну, а для тех, кого уже корпоративы закончились, есть и такие. Есть несколько высказываний о корпоративах. Давайте сейчас посмотрим и почитаем. Некоторые из них стали крылатыми. Вот смски. Напомню название фильма, такого страшного. Там еще из людей бесы лезли. Так это же видео с нашего новогоднего корпоратива. А, да, точно. Классно отдохнули, подогоняем, да, сейчас. Поехали дальше. Обсуждение прошедшего корпоратива. А вы во сколько разошлись? Разошлась я ближе к 12, а ушла в 2. Такой вот анекдотик, да, дамы отцены. Из жизни. Дальше. На корпоратив селедку под шубой всегда делает дизайнер Арсений, потому что он лучше всех работает со слоями. Ну, такой сейчас юмор. Бюджетный корпоратив, когда сами делают. Тоненький юмор был. Корпоратив удался. Это когда заходишь на работу под свист и аплодисменты коллег. Я думала, у многих такие корпоративы бывали. Да, уж не без этого. Друзья, если вам нечего отметить 20 декабря, имейте в виду, у нас для вас есть рубрика «Корпоратив к нам приходит». Повод для корпоратива. Итак, сегодня день работников органов безопасности РФ. Но если неофициально, называется день ФСБ. 21 год уже отмечает праздник. Не знаю, будет сегодня корпоратив или нет, но поздравляем тех, кто на рубеже нашей Родины охраняет наш покой. ФСБ – наше все. Кроме этого, сегодня день баночной тусовки. Не знаю, что это значит, но вот, видимо, люди, может, из банковской сферы какие-нибудь. Международный день солидарности людей. Замечательный праздник. Кроме этого, сегодня именины у Антония, Иоанна, Нила, Павла, Петра, Сергея. И сегодня свой день рождения отмечает Елизавета Боярская, Джона Хилл, а также наш любимый Дмитрий Быков, известный тележурналист, писатель и юморист. Вот так вот. Вот так. Поздравляем всех причастных, как говорится. Но бывают и не праздничные во вторник ситуации, например, когда вы встаете в пробку. Ага! Пробки. Ой-ой-ой, ребята. Как воду глядел. Московский проспект встал по полной программе. ДТП на перекрестках. Можно приблизить чуть-чуть такой перекресток именно? У нас о чем идет речь? Да, подступы к Московскому проспекту у нас покраснели. Подступы к Московскому проспекту, улицы Нефтяников, все, в общем, рядом покраснело. Давайте дальше. Идем дальше, видим вновь, что мост у нас закрыт, не забываем про это. На Фрунзе вновь огромный красный червяк наполз на дорогу. Но неплохо, все на тормозном шоссе, поэтому пользуйтесь и объезжайте. Ну а за Волгой у нас тоже по традиции в это время уже есть пожелтение и даже что-то покраснело на проспекте авиаторов. Но мост довольно хорошо едет. Так, переходим. Брагина стоит у нас, стоит, желтеет Брагина сегодня, но не во всех местах, поэтому ищите объездные пути, как говорится. Спасибо большое. Друзья, давайте, может быть, какой-то такой символический итог подведем сегодняшней программы. Я вот все пытался на конфликт, на какую-то полемику вывести, хотя я, в общем, не против новогодних корпоративов как таковых. Мне кажется, что их можно сделать более современными. Просто нужны новые какие-то форматы интересные. Да, новые идеи. Если выбирать, быть корпоративу или не быть, мы с вами за то, чтобы определенно быть, да? Но определенно надо сказать, что за последние несколько лет тенденция вот к тому, чтобы все первые два часа сотрудники выпивали в ведро годовую норму, да, крепких для взрослых напитков, и потом падали под стол, вот это уходит в прошлое, все равно становится больше интересного творчества. Конечно, никто из них не позвонил нам сегодня в эфир, не сказал, как здорово. Конечно, все хорошо, друзья. Я думаю, что спортивные мероприятия должны быть, какие-то тимбилдинги должны быть, выезды на природу обязательно. А начальник должен быть на корпоративе или ему достаточно формально появиться, а потом куда-нибудь уехать, чтобы не мешать людям? А начальник-то разве не человек, что ли? Обязательно отдохнуть с сотрудниками, может быть, какую-то пламенную речь им сказать, замотивировать. Во сколько домой-то уехать, начальнику, Дим? Идеальный вариант. Мне кажется, что, ну так, знаете, половинку корпоратива побыл, и потом, да. А пускай потом шалят. Ну, так, чтобы они себя проскованнее чувствовали. А то, знаете, начнут подходить сотрудники с личными вопросами. Ты меня уважаешь вот этим сообществом. Да, 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 личные вопросы. Начальнику видеть на корпоративе тоже тяжело, как мне кажется. Конечно. Это тоже работа, понимаете. Так что, ну, я думаю, что не только генеральный директор там работает, но еще и служба по управлению персоналом. Они ведь тоже не отдыхать приходят на корпоратив. Ну, и вообще, хотелось бы обратиться к тем людям, которые идут на корпоратив. Вы тоже учитесь отдыхать. Не все зависит от ведущего и красивых номеров. Вы сами должны быть готовы к тому, чтобы радоваться, веселиться и расслабляться. Это ваш праздник, это коллеги ваши. Кроме того, специалисты рекомендуют организаторам в компании корпоратива подумать в первую очередь, а в чем же цель? Конечно. Неужели цель только в том, чтобы поесть селедку под шубой и выпить ведро напитка? Цель в том, чтобы сплотить коллектив в неформальной обстановке. Поэтому, друзья, подходите ко всему с умом, смотрите первую студию. Мы настоящая команда, нам предстоит целая новогодняя неделя корпоратива. Ура! Ура! Пусть все станут ближе друг к другу после новогоднего корпоратива. Друзья, объединяйтесь, дружите, сплочайтесь. Пусть все будет хорошо в коллективах компаний. Конечно, включайте первую студию завтра ровно в 7 утра. Мы с вами увидимся. Пока-пока. Пока-пока. В эфире первого Ярославского утреннее телерадио-шоу «Первая студия».